Себя наголела у меня просто на руках Он не хотел ни кушать, ни пить Он просто смотрел на меня, глазеночки носили Просто как будто просил помощи Но я же не врач, я же не могу угадать, что с моим детем В час ночи, 28-го уже, он спать вообще не хотел Он у нас молчал, все 10 дней он просто молчал Он просто плакал и спал, плакал и спал Чтобы я с ним рядом была А 28-го в час ночи, он как заговорил, резко Начал звать мама, папа, баба И даже к папе пошел на руки Потом я его в 2 часа ночи уложила все-таки спать Он глазеночки на меня поставит, закроет Я с ним диван разложила у нас Легла с ним, подушку положила Я с ним так 11 дней спала То есть там все огорожено было, чтобы ни я его не задавила Чтобы ни он никуда не укувыркнулся, ничего Потом в 4 утра он заплакал А возле меня стояла бутылочка с водой То есть и смекта в одной бутылочке разведенной, а в другой бутылочке вода простая Я его попоила Услышала, что ребенок начал тише дышать Хотя он уже задыхаться как будто бы начинал И я просто от того, что, наверное, устала Просто, наверное, от того, что услышала, что дитя спокойно задышал И я уснула И уснула на 2 часа Потом утром муж меня разбудил Говорит, вставай, будем детей старших То есть 1-2 ребенка собирать в детский сад Я повернулась, глянула У ребенка была любимая поза Ручки и ножки по разные стороны ложить Я глянула, ребеночек спит Говорю, ну посиди, чтобы он не заплакал Потому что я встану сейчас Вещи детям приготовлю На что я только вышла с комнаты Муж пронзительно закричал, что он больше не дышит Я пыталась Пыталась что-то сделать